Как психотерапевт я пролечил большое количество пациентов, у которых были панические атаки. Но чтобы вы не думали, что я рассказываю об этом, зная о панических атаках лишь понаслышке, я расскажу о своем собственном опыте получения диагноза вегетососудистой дистонии, которую, как мы теперь знаем, называют паническими атаками, а еще точнее самотофорной вегетативной дисфункции сердца и сердечно-сосудистой системы, которая, собственно, в классификации болезни и существует. Дело было на, я думаю, что это был где-то второй курс военной медицинской академии. Я поступил в такой военизированный медицинский институт, и у нас, конечно, было много спортивной подготовки, много всяких разных кроссов, бегов и так далее. И вот что со мной произошло. Я бегал хорошо на дальней дистанции, это был мой конек бегать на дальней дистанции, на короткой я что-то плохо бегал, а вот на длинной терпения у меня много, и я мог справляться с дистанциями в 5 километров, в 7 километров. КМС заработал таким образом. И вот в какой-то момент у меня стали происходить приступы. Я пробегаю 5 или 7 километров, финиширую, и после этого у меня начинается очень странное состояние. Голокружение нормально после такой большой нагрузки. А тут у меня стало возникать чувство, что у меня замирает сердце, пульс учащался, ощущение того, что как-то все плывет перед глазами, слабость, и я буквально не могу двигаться. Вот мне нужно где-то присесть, бегали мы в Сосновке, это такой парк в Петербурге. И я под деревом садился и приходил в себя, и это не сразу удавалось. В конечном счете, после нескольких таких историй, я обратился в нашу медсанчасть, меня обследовали, и я получил диагноз вектососудистой дистонии. В общем, прозвучало это для меня, как и для любого человека, получающего в 18-19 лет такой драматический диагноз, весьма пугающий. Я стал бояться бегать кроссы, но при этом от этого никуда не деться. И ты в соревнованиях участвуешь, и зачеты должен сдавать, и так далее. И вообще это регулярное такое дело. И после каждого такого пробега у меня начинался приступ. Ну, я на самом деле ничего странного в этом не обнаруживал, хотя это очень и очень странно, потому что... Сейчас я тороплюсь. И дальше у нас началась как раз пропедевтика. Это такая дисциплина медицинская, где вы изучаете различные симптомы, которые могут быть при тех или иных соматических телесных заболеваниях, терапевтических. И вот в рамках этой пропедевтики понятно, что есть симптоматика, которая характеризует болезни сердца, сердечно-сосудистой системы. А у меня вроде как вектососудистая дистония, которая, по идее, относится к заболеваниям сердечно-сосудистой системы. И я обнаруживаю, что есть некие механизмы формирования соответствующих симптомов. И вот для того, чтобы у вас возникла та симптоматика, которая у меня появлялась после этих моих кроссов, у вас должно быть сужение сосудов на сердце, которое происходит за счет формирования атеросклеротических бляшек. То есть внутри полости сосуда возникают образования, которые не позволяют крови доходить до сердца. Сердце испытывает недостаток кровоснабжения, и возникают ишемические процессы, которые приводят, соответственно, и к болевому синдрому, приводят, соответственно, к нарушениям ритма сердца и так далее. И вот я, собственно говоря, смотрю на как эта симптоматика должна проявляться у нормального сердечного больного. И выясняется, что эта симптоматика проявляется наличием боли при увеличении физической нагрузки. И, соответственно, есть соответствующая табель о рангах. Значит, когда у вас на третьем этаже при подъеме по лестнице возникает сердечный приступ на втором этаже, на первом этаже. А пациенты с тяжелыми формами, уже с такими, с критическими, вообще, в принципе, при движении пешком могут, собственно, иногда вы видите по улицам, идет пожилой человек и останавливается, и просто стоит. Почему? Потому что сердце должно работать, крови им не хватает, кислорода им не хватает, возникает болевой синдром ишемический, и человек просто вынужден постоять, потому что любая физическая нагрузка будет приводить его в состояние реального сердечного приступа. В моем случае я пробегал 7 километров, ну или 5, ну или 3. И после этого, именно после завершения бега, у меня возникает приступ. Не во время, когда, собственно, сердце испытывает максимальную нагрузку, оно должно качать максимальное количество крови, а после. И меня это, конечно, очень сильно насражило. Я взял учебник по терапевтически, по болезням внутренних органов и открыл его в соответствующем месте, где излагалось содержание по вегетососудистой дистонии. И дальше я прочитал определение. И определение это произвело на меня абсолютно драматическое впечатление. Значит, в определении оно было очень большим, что, в общем, не свойственно для соматических заболеваний. Обычно его очень коротко можно сформулировать. Это было большое такое определение с большим количеством сложных слов. Функциональный, недостаточность, там то, все, пятое, десятое. Но самое главное, что именно меня поразило, это то, что огромное количество симптоматики, которая появляется у пациентов с вегетососудистой дистонии, завершается формулировкой отсутствия органических поражений. Значит, ну вот для тех, кто не специалист, я уточняю. Значит, в определении этого телесного заболевания сказано, у человека нету органических изменений. То есть те самые сосуды коронарные, которые кровоснабжают сердце, они нормальные. В них нету никаких органических изменений. То же самое может касаться и сосудов головного мозга. То же касается любых других органов и систем. И заболевание является функциональным расстройством. Вот если вы читаете про некое заболевание, что в нем нету органических изменений и состояния функционального расстройства, это значит, что расстроена функция, а орган органический здоров. Иными словами, я вычитал в этом определении вегетососудистой дистонии, в которой диагноз мне был установлен и прописан в медицинской карте, что это заболевание характеризуется отсутствием каких-либо поражений и является просто функциональным. И это вещь, которая произвела на меня то самое шокирующее впечатление, потому что выяснилось, что мои переживания, мои симптомы, моя паническая атака, которая возникала, собственно говоря, после физической такой большой нагрузки, является каким-то странным психическим расстройством. психическим расстройством. И когда я подумал про это с этой точки зрения, не про то, что я чем-то болею, а то, что у меня есть какое-то психическое расстройство, для меня это стало откровением, которое нужно было дальше как-то осознать и понять, что с этим делать. И дальше начался мой путь понимания того, что со мной на самом деле происходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok